Музыка Всем привет, маленький IT-программ И сегодня это будет моя первая часть по сборке часов Сегодня я покажу вам, как собрать часы, которые я сам придумал И они действительно будут идти Как собрать сам механизм, циферблат и его стойку Вы будете придумывать уже сами Поехали! Самое главное, что нам нужно, это наш блок Это наша первая деталь Вторая, это мы берем вот такую вот деталь изгибчатую Это деталь на 5, на 3 Один блок и второй блок Что мы с ней делаем? Мы ее крепим к вот такой вот черной детали на 7 выемок С помощью вот таких вот черных обычных соединителей Мы ее прикрепляем Мы ее крепим Вот так вот, чтобы эта черная пластина находилась выше, чем наш угольник Теперь мы берем вот такую вот палочку на 6 с границей Как вы можете здесь видеть Мы ее крепим на мотор B И потом на нее мы, как вы можете видеть, крепим ту сталь, которая у нас получилась И крепим самое главное, чтобы пятая выемка была выше, чем сама палочка Потом мы на эту палочку должны быть прикрепить вот такую вот шестеренку диаметром 1 см Если мы ее прикрепим, тогда у нас получится так, чтобы там будет крепить следующую шестеренку У нас ничего не получится Так что нам нужно сделать Мы берем вот такую вот оранжевую деталь на 9 выемок И вот такой вот переходник И ставим его вот сюда Здесь нам самое главное взять только две соединительные детальки Мы ее ставим, берем, поставили Так, чтобы второе крыло полностью закрывало три выемки, находящиеся на блоке Ставим их правильно Потом мы аккуратно ставим оранжевую детальку И здесь, и держим ее только одной соединительной Поставили И кажется все, но мы забыли еще одну палочку на 4 с ограничителем в конце Мы ее ставим наверх, под низ И готово Теперь мы аккуратно делаем так И закрепляем Вот мы ее прикрепили Теперь давайте посадим на наши палочки шестеренки Сначала садим палочку, которая находится на моторе Садим маленькую шестеренку диаметром 1 см На вторую садим шестеренку диаметром 2 см Как видите, у нас все получилось И они спокойно степляются между собой, соединяются Теперь мы должны поставить еще одну специальную шестеренку У этой шестеренки должно быть 4 выемки для крепления И одна выемка внутри для того, чтобы пропустить через нее минутную стрелку Мы ее взяли И теперь нам нужно сделать так, чтобы она Вот этими двумя серыми выемками смотрела от нас То есть напротив шестеренки Да, мы к ней берем два соединительных элемента Которые разграничены С одной стороны это круг С другой стороны это угол Мы ее крепим на 2 выемки Потом на них мы крепим 2 желтые детали Это переходники небольшие С одной разметки на другую Что мы теперь делаем Вот эту вот, знаете, желтые Мы садим еще раз Такие же синие детали Переходники Готово Теперь мы аккуратно ставим шестеренку Так, чтобы у нас прикасалась с диаметром Шестеренка диаметром 2 см 3 см, извиняюсь И сюда Мы аккуратно переворачиваем И вот по той плоскости, где идут синие детали Мы ставим одну черную соединительную И вот на из 3 соединительных детали Мы ставим одну пластину И мы тем самым закрепляем нашу шестеренку У нас получился вот такой вот механизм Который крутится Да, теперь давайте сделаем Сделаем саму часовую стрелку Что для этого нам понадобится? Для этого нам понадобится 3 угольных детали Как я уже использовал ранее в начале Что мы делаем с ними? Мы берем тройную соединительную деталь С разумечисленным после первой И ставим ее И делаем так, чтобы две детали эти заняли Ровно то место, сколько занимает сам круг Мы прикрепляем И не останавливаясь Не ставя другую деталь Мы на конец пятерки Ставим две детали Чтобы одна находилась на пятой точке А другая находилась на третьей точке И мы закрепляем другую деталь И у нас получается вот такая вот часовая стрелка Последний шаг Мы скрепляем ее угольником вторым Скрепили Готово! Мы сделали часовую стрелку Да, теперь аккуратно ее еще раз закрепляем Чтобы она хорошо держалась И пробуем крутить Да, у нас все работает Она крутится Теперь давайте сделаем так Чтобы у нас была еще минутная стрелка Что для этого нам понадобится? Для этого нам понадобится средний мотор Берем две синих пластиночки По две И ставим их на конец мотора То есть вот так вот Вот так вот Вот мотор Ставим его аккуратно Так, чтобы его выемка для палок Была пропорциональна выемке для минутной стрелки нашей Мы его поставили Вообще он держится не очень-то и хорошо Так что давайте его получше закрепим Мы берем две вот таких вот детальки И соединяем их с помощью одной красной Потом на эту красную ставим еще две таких же детальки серых Два кубика, обычных лего И прикрепляем их аккуратно к мотору Теперь, чтобы это все опять же не упало Мы берем две пластины Вот они По восемь ячеек И закрепляем их на наши часы Сзади блока Поставили первую пластину Поставили вторую пластину Вот как примерно у вас должно это получиться То есть два кубика Красная перегородка, два кубика А и две пластины Два на восемь Вот у нас уже получился такой механизм Но минутной стрелки у нас еще опять же нету Да, и кстати, извините Я неправильно сделала с часовой стрелкой Давайте ее откроем Вначале я сделала так, что часовая стрелка Она закрывает ту перегородку Которая должна входить минутная стрелка Так что мы переделываем ее так Чтобы наша стрелка смотрела не сверху, а вниз И у нас, если вам скажу, что у меня получилось Мы опять же крепим И вот что у нас получается Вот так у вас уже получится Чтобы дырочка, в которую мы будем садить Потом нужную стрелку Она у вас не закрылась с часовой стрелкой Теперь что мы делаем Мы берем теперь балку на 12 Аккуратно вставляем И вставляем ее в мотор Готово Теперь мы берем переходник С крестовиной на крестовину То есть фактически это удлинитель Ставим его на черную балку на 12 Потом мы берем еще раз Эту удлинительную палочку Крестовина И садим ее на переходник крестовой Теперь мы берем переходник На трешку переходник С кругляшка То есть с отверстия На отверстие крестовой Мы его аккуратно ставим Да, готово Теперь мы ставим нашу минутную стрелку Прям крепя ее на соединитель для отверстий Потом мы ставим красный ограничитель Вот такой вот И засаживаем нашу минутную стрелку Вплотную к часовой Потом на нее в конец Мы ставим вот такую стрелку Просто для элемента дизайна часов Теперь давайте сделаем так Чтобы можно было легко Посадить наш механизм Легко можно было посадить Сам циферблат Что мы делаем? Нам опять же нужен такой вот Переходник И мы его аккуратно с помощью Двух Нет, сейчас нам понадобится Такая вот черная палка На 7 Да, на 7 Мы ее ставим вплотную к оранжевой Вот что у нас получилось Теперь на нее мы должны будем посадить Еще раз этот переходник С помощью всего лишь двух соединительных черных деталей Посадили И теперь так, чтобы отверстие, которое находится в центре круга Оно находилось противоположно другому центру круга Отлично, мы ее поставили Ну и теперь ставим на ее другой конец Который тоже так двигается Просто на все отверстия ставим Три соединительных черных детали Готово Теперь, чтобы поставить сейчас на поставку Вам понадобятся Два перевернутых соединения Вот таких вот Мы их клепим на блок питания И готово Наш часовой механизм собран Теперь мы можем Сделать циферблат Я сделала такой вот циферблат Вы можете сделать какой-нибудь другой циферблат Как вам захочется Еще может быть красивее Но я сделала вот обычный такой квадратный циферблат На который я отобразила цифру 6, 3, 9 и 12 Мы его аккуратно переворачиваем И аккуратно Крепим наш циферблат на механизм Так, чтобы же сиделки не касались самого циферблата Так Аккуратно Вот, я поставил наш циферблат Вот как это выглядит И еще для просто красоты Я сделала вот такую вот Красивую подставку для фломастеров На которую мы можем также поставить наши часы Осталось только Закрепить провода от мотора И датчика цвета Который я поставил На Возле фломастеров Мы их Втыкаем в наш блок Я советую вам Втыкать провод от мотора среднего В С В элемент С А От Цветового датчика Я советую вам втыкать В Д Потому что так будет намного удобнее Ну и в общем-то Все И у меня практически это получилось Готово Вот теперь наши часы Точно готовы Вот смотрите Как красиво у нас Получился красивый циферблат Механизм Самое главное Что они идут Да, я могу вам даже показать Стрелка минутно двигается Стрелка часовая тоже двигается Хоть они не находятся друг на друге Мы поставили световой датчик Мотор Ну и на этом я думаю все Не забывайте свой канал Ставьте лайки Ну а так Всем удачи Всем пока, друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok